Областная информационно-пропагандистская группа в целях разъяснения и пропаганды задач поставленных главой государства в послании народу Казахстана побывала в Жилойском районе. Жители района поддержали послание президента, направленное на повышение благосостояния народа. В обсуждении приняли участие местные исполнительные органы, руководители всех отделов, депутаты маслихатов, а также акимы сельских округов, руководители общественных организаций и молодежь. Информационная группа состояла из специалистов в сфере образования, предпринимателей и молодежи. Заместитель руководителя управления образования Тараусской области, руководитель информационной группы Роза Кабдулова поделилась положительными достижениями в области образования. Она подробно остановилась на поручении президента о повышении статуса педагогов, а также на задачах обучения школьников по новым программам. Это послание ориентировано на повышение благосостояния населения. В частности, даны поручения улучшить жилищные условия, повысить заработную плату, решить актуальные проблемы населения. Очень радует, что в 2019 году планируется внести закон о повышении статуса учителей. По поручению президента, система и методики обучения Назарбаев интеллектуальных школ должны стать единым стандартом для государственных школ. Данная задача уже реализуется. Учащиеся первых, вторых, третьих, пятых, седьмых и восьмых классов обучаются по обновленной программе. Наряду с этим на совещании выступили представители Палаты предпринимателей региона и молодые предприниматели. Они, в свою очередь, остановились на поддержке бизнеса и о новых программах для молодежи. Участники встречи с особым интересом слушали обращения Олжаса Сулеймена, который на сегодняшний день активно участвует в областных общественных мероприятиях. Хочу затронуть. Я хочу сказать три темы из послания президента. Образование, бизнес и молодежь. Если молодежь будет грамотной и образованной, наша страна войдет в тридцатку развитых стран мира и будет конкурентноспособной среди других стран. Поэтому нам нужны грамотные молодые умы. С развитием бизнеса поднимается экономика нашей страны. Глава государства уделяет большое внимание развитию бизнеса, и это очень радует. Я верю, что молодежь, чувствуя особенную ответственность, приступит к активному исполнению поставленных задач и приложит немало усилий в работе по развитию нашей страны в год молодежи. Все в их руках. Молодое поколение, полное сил и уверенности, в грядущем году продемонстрирует все свои знания и умения. Я верю в это. Местными исполнительными органами и партией Нур-Отан ведется агитационная работа по реализации задач, вытекающих из послания главы государства, во всех государственных учреждениях, коллективах, а также в молодежной среде Жилойского района. Жанат Молдашева, Куандык Канадбаев, Жилойский район, Служба новостей.